Я хочу представить вам результаты моего исследовательской работы по поводу психологических особенностей онкологических больных, которую я провела на базе 40-й городской клинической больницы. Делала сравнение между группой здоровых пациентов и здоровыми и больными. Конфликт интересов. Меня интересовал психологический фонд, на котором возникает онкологическое заболевание. У меня пациенты были в основном те, которые только что пережили мастоктомию. И поэтому можно говорить, что у них это всё произошло моментально, на котором возникает онкологическое заболевание и может служить одной из причин возникновения заболевания и в последующем предметом коррекции психологического сопровождения. А вот что такое алекситимия? Будьте добры, подниже в микрофон, а то я ведёт запись, вас не слышно. Я высокая, да. А микрофон есть в зале? Кто у нас помощники? Дайте, пожалуйста. Алекситимия — это психологическое состояние, при котором имеются затруднения в распознавании и словесном выражении чувства и эмоций, неспособность отличать физические ощущения от эмоций и чувств. Гипотеза о том, что существует взаимосвязь между алекситимией и напряжённостями с человечественными отношениями у здоровых людей и онкологических больных. Я использовала методики. Первое — это было структурированное интервью из 23 вопросов. Тест жизненной удовлетворённости, тест на чувства — сама вот эта методика Торонская школа алекситимии ТАСС, тест СОМА на субъективную оценку межлечественных отношений. Использовала две группы пациентов. И результаты. Давайте посмотрим. В результате опроса было выяснено, что онкологические пациенты в 62% связывают стресс как причину своего заболевания, в то время как здоровые только на 18%. Индекс жизненной удовлетворённости. Скорее всего, это связано именно с постановкой диагноза и прохождением лечения, что онкопациенты рассматривают как низкий уровень субъективной удовлетворённости жизни, в то время как здоровое, естественно, хорошо. Сама алекситимия. Получается, что в здоровой, в большей своей части, вот серый столбик, не алекситимичная. Пограничная немного и совсем немного алекситимичных. В то время как онкопациенты по большей своей части именно в пограничной зоне и алекситимичные. Обработанная статистически анализ показателей алекситимии в двух группах выборков и манно-уидни также выявил повышенную алекситимию у онкологических больных. Сумма, значит, у нас получается, это субъективная оценка неудовлетворённости межречесленных отношений. Здесь такая, что здоровые оценивают свои отношения как удовлетворённые, высокие у них. Высокие, очень маленький показатель, серый столбик, в то время как онкопациенты в большей своей части оценивают в среднем и высоком. То есть они оценивают как неудовлетворённые межречесленные отношения между... О, слышно стало. Ну, также обработано статистически, выявилось. И выявлена статистическая корреляция между итоговыми баллами индекса жизненной удовлетворённости и итоговыми баллами на алекситимичность. А также итоговыми баллами индекса жизненной удовлетворённости и итоговыми баллами на субъективную оценку межречесленных отношений. И показатели удовлетворённости жизнью и алекситимии являются в определённом смысле противопоставленными. То есть чем выше алекситимия, тем меньше удовлетворённость жизнью у респондентов. Гипотеза в целом подтвердилась Существуют значимые различия между подгруппами здоровых респондентов и онкобольных В уровне удовлетворенности жизнью, алекситимии, напряженностью межличественных отношений Кроме того, обнаружены значимые различия в эмпирических подгруппах По таким показателям, как последовательность в достижении целей Согласованность между поставленными и достигнутыми целями у онкопациентов Она была снижена общим фоном настроения, снижена субъективная оценка неудовлетворенности межличественных отношений Конфликтностью межличественных отношений и агрессивностью межличественных отношений Выявлена была даже враждебность Такой показатель в шкале СОМА, что онкопациенты очень враждебно настроены Не только к своим близким, но и вообще к своему окружению Спасибо за внимание